Как и обещали сегодня тема щитовидной железы, после того, как мы изучили мировые исследования, малую часть, нам стало интересно, что же предлагает наша медицина. Основное, конечно же, это гормоны. Второе, это диета с йодом, йодированная соль. А третье, это подышать над лягушкой. Не смейтесь, это народные средства. А теперь серьезные исследования, проведенные в австрийском городе Грац в медицинском университете, в котором они напрямую определили связь между микробиотой кишечника и щитовидной железой. При повреждении кишечного барьера и последующем повышением проницаемости кишечника количество канцерогенных и воспалительных штаммов бактерий увеличивается, что приводит к сбою в работе щитовидной железы. И гипофиза, повышение уровня ТТГ, териотропного гормона, вызывает разрастание тканей щитовидной железы. Причем как доброкачественной, так и злокачественной. Уже в этот момент начинают применять гормональную терапию. Согласно исследованиям, терапия подавления ТТГ не приносит положительных результатов большинству пациентов. И в научных кругах такая терапия считается агрессивной. Так с чего же надо начинать? Оказалось, с микробиота кишечника. В нашем кишечнике находятся бактерии, которые по своему количеству превышают количество клеток организма человека в 10 раз. В нашем кишечнике присутствуют как плохие, так и хорошие микробы. Так как же культивировать своих микробов и уничтожить плохих, которые разрушают гомеостаз кишечника? Правильно, диетой. И вопрос далеко не в йоде, который находится в вашей пище. А вопрос в том, что ест человек. И вот вам еще один интересный факт. Знаете ли вы, что человек это единственный примат, который страдает заболеванием щитовидной железы? Ни одна человекообразная обезьяна не имеет таких проблем. А чем же питаются наши друзья обезьяны? Какой у них рацион? Вы уже догадались. Мы должны получать в достаточном количестве железа, медь, селен и цинк. А решающая добавка здесь это кальцитриол. Это активная форма витамина D, которую синтезирует ваш организм, но при определенных условиях. Именно эта добавка будет контролировать работу гипофиза. Именно эта добавка будет контролировать уровень 3-йод тиранина Т3 и тероксина Т4. Но работает это, к сожалению, все вместе. Простым языком пища должна быть вегетарианской. И быть богата с жесткими, трудноперевариваемыми волокнами. Такая пища не по зубам плохим микробам. Конечно, можно еще использовать пробиотики. Но где гарантии, что они сработают? И несмотря на то, что наши эндокринологи запрещают физическую нагрузку, она нужна. Но все зависит от конкретного человека. Вот так в эндокринологию врывается микробиология. А добавление в фотобиологию улучшает результат в 15 раз. Пишите ваши комментарии. На основе их мы сделаем следующий.